МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сейчас 100 рабочих демонтируют и монтируют фасадный мрамор, бетонные подвесные потолки и входные группы комплекса. Проводится дополнительное обследование при демонтажных работах и в случае признания в удовлетворительном состоянии отдельных элементов ограждающей конструкции, а также есть возможность сохранить часть мраморного фасада. Демонтаж планируют завершить до конца года, в том числе и часть работ по облицовке фасада. До декабря 2019-го должно быть выложено порядка 2000 квадратных метров мрамора. После ремонта Ленинский муреал внешне останется прежним, только с новой мраморной плиткой, которую также, как и 50 лет назад, поставляют из Челябинской области. Цветовая гамма тоже сохранится, только это будет уже не тусклый серый цвет, а яркий и глянцевый. Часть мрамора, особенно с колонн, мы снимаем фактически, в относительно целом виде, то этот мрамор подразумевается где-то складировать. Но эти вопросы мы сейчас оперативно, так скажем, решаем. То есть все, что касается боя, это будет вывозиться, все, что касается целых элементов, оно будет сдаваться мемориальному центру на охранение. Сам мемориальный комплекс работает в штатном режиме. Ремонт не помеха и новая экспозиция. Так, 29 июля открывается уникальная выставка стрелкового оружия и военной техники времен Великой Отечественной. И мы все работаем сейчас в прежнем режиме, изменений нет. Ограничения есть на территорию, со стороны которой идет демонтаж плит. Что касается самого Ленинского мемориала, то при Ленинском мемориале создана дирекция по ремонтно-реставрационным работам, деятельность которой входит контроль и сопровождение всех видов работ по сохранению объекта культурного наследия. Поле деятельности дирекции – контроль и сопровождение всех видов работ по сохранению объекта культурного наследия. Ленат Алиулова, Юрий Ломатов, Новости Уллправды ТВ.